Результат произошедшего обмена. Поэтому каждый день у вас мышцы будут реагировать на нагрузку. По-разному. По-разному. Зависит от того, какое у вас было эмоциональное состояние. Что вы покушали. Что вы покушали. Кого вы встретили, с кем вы поругались. Как проработал ваш кишечник. Поэтому каждый раз, когда будет приходить пациент, он будет приходить разный. Разные будут компенсации. Это основная будет причина. Поэтому пациент, он берет то с болью в шее, то с болью в пояснице, то с болью в руке. Сказать, сегодня вы полечили меня, а поясница стала у меня полегче. Но заболела шея. И вы должны объяснить, что это разные варианты компенсации. Водород и кислород зарисовали. Два газа. Каждый по отдельности имеет свою структуру. Правда? Свои газообразные свойства. И поэтому, если мы будем изучать отдельно водород и отдельный кислород, мы должны ориентироваться на их свойства как газа. Или нет? Да. Или нет, потому что в жидкой смысл будет. Но когда они объединяются, получается что? Вода. Жидкая газа. Но это же тоже те же элементы. В принципе. Тот же водород и тот же кислород. Почему другие свойства? Абсолютно другие. Возникает вода, которая информационно наполняется, что не может сделать ни водород, ни кислород. Вы же знаете, что вода информационно очень оттекречена. Она становится то ли дом, то газовым, то водой, чего не может сделать ни водород, ни кислород. Что произошло? Чем эти два состояния отличаются? Взаимодействием, взаимодействием, связием, функциональными. Тем, что между этими структурами произошли функциональные связи. Когда нарушается работа какой-то структуры, значит теряется ее функциональные связи. Я хочу, чтобы вы меня поняли. Когда заболевает какой-то конкретный орган, не старайтесь сразу бросаться на орган, а посмотрите, как работает его функциональные связи. Почему он из воды превратился в отдельный водород и кислород? Для организма разделение на органы крайне условно. Это мы разделяем организм на органы. Это мы смотрим отдельно желудок и кишечник, поджелудочную железу, желчный пузырь. А для организма это единое целое. И оно работает только в комбинации. Поэтому, когда человек начинает болеть, мы говорим, я рассыпался. А когда лечим, что мы говорим? Мы исцеляем, создаем единое целое. Поэтому надо понять, какие функциональные связи нарушены у этой структуры, что она обратно превратилась в водород и кислород. Попробуйте изменить свое мышление, которое нам годами в институте прививали. Нигде никто не изучает функциональные связи. О каких связях я говорю? О связях, где мышца выступает только как в лампочках. Лампочка может, конечно, сама быть нарушена. У нее может нарушено быть питание нерва, кровоснабжение, лимфоток. Она может сама по себе не работать. В ней могут быть триггерные точки, в ней может быть нестабильность места прикрепления. Что еще может быть? Бассажное укорочение. Это структура самой мышцы. Тогда она не может быть работой индикаторов. Если лампочка сгорела, она не может светить. Но помимо всего этого, каждая мышца отражает функцию конкретного внутреннего органа, реагирует на конкретную эмоцию, отражает метаболизм. И вы обратили внимание, в книжках везде написано, при дефиците каких веществ страдает конкретная мышца? Она имеет связь с каплюлёной костью черепа, с определенным позвонком, помимо иннервации, с конкретным зубом. И неблагополучие каждой из этих структур может отражаться на тонусе мышцы, потому что эта информация проходит через треополидарную систему. Человек тонусом не управляет. Он управляет движением. Я могу поднять руку выше, а могу поднять руку ниже. Но для того, чтобы я долго её удержал, нужны другие механизмы. Вот это всё реагирует на выносливость мышцы. Поэтому, когда теряется тонус, мы сразу говорим, для меня всё тяжело, я устаю. У меня нет сил. Этого быть не может. У вас всегда должно быть много сил. Но только надо найти причину. Причём эта структура работает одномоментно. Как мышца реагирует на орган, так и орган реагирует на мышцу. Как эмоции реагируют на мышцы, так и мышцы реагируют на эмоции. К вам приходит пациент вот со всем этим. Сразу. И вам надо понять, какая функциональная связь между этими структурами нарушена. Или сама мышца страдает. Или что-то её гнобит. Я знаю, что у вас есть педиатр. Я хочу обратить ваше внимание на то, что у детей, у которых имеется дисбактериоз, очень часто другая причина, чем нарушение микрохлоры кишечника. Какая может быть? Нервную систему. Очень часто у детей возникает спаечный процесс в корне брюжейки. А там проходит верхняя брюжейчная артерия. И нарушается питание кишечника. Дело в том, что очень часто, когда ребёнок рождается, он рождается с очень низким уровнем ферментов. И когда он принимает пищу, которую дают у мамы с молоком, то возникает фермент на пати, возникает процесс воспаления. А воспаление даёт спаечный процесс. Это значит, мама должна диеты придерживаться? Надо посмотреть у ребёнка, как работает корень брюжейки. Нет ли там спаечного процесса. А перестальщика? Или еще взаимодействие? Перестальщика там отдельная баллона, потому что перестальщика у ребёнка совсем по-другому проходит, как у взрослого. Я просто вам как пример говорю. Потому что закон взаимодействия очень важен. Второй пример. Как только мы взяли человека за руку... Знаете, такой анекдот есть? Если ты взял меня за руку, если ты взял меня за руку, почему-то на меня не женишься. Что? Я должен жениться на всех, кого беру за руку? Нет! Если ты не хочешь жениться, зачем за руку берёшь? Нарисовали. Всё, что я делал, нужно рисовать. Зачем я рисую? Мне легче было слайды показать. Мы тоже старались. Чтобы тоже это со мной рисовали. Как только вы взяли пациента за руку, что произошло? Обмен энергии. Вы стали единым. Что? Целым. Предполагается, что у больного слабая энергия. Это предполагается. А у врача большая энергия. И что происходит? Обмен. Обмен. И врач нормализует патологическое поле пациента своей собственной энергией. А есть ли врач к концу рабочего дня? Истощённый. 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 Оставочка. Как узнать, можете ли вы помочь этому пациенту? Ведь вы можете ему не помочь. А только на себя набрать. Илюш, походи. Вон там есть лица. Садись. Садись, садись. Ну ещё время посидеть можно будет. Походи скорее. Володечка, ты всегда опаздываешь. Солнце моё. Ну всё равно, что ты опаздываешь. Но для тебя это важно. Прекрасный молодой человек. Не правда ли? Прекрасное здоровье. Или нет? Уже нет. Прекрасное здоровье. Быстро додаться на мой. Прекрасное здоровье. Садись. К нему приходит пациент. 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 Вы к нему приходите. И берёт его за руку. Подумаешь, за руку взяли? Тестируем. Смешно. Нет, сейчас он тон. Теплата наподнялся. Жениться. Не хочет жениться. Для пациента это трудно понять. Ай-яй-яй. Нет. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну, терпи его все. Вот здесь чуть-чуть животное даст. Ну, щекусь. Держите. Ну, теперь. Ну, да. Сразу реагируют малые грудные мышцы. Нарушается что? Лимфоток. Сразу реагируют грудно-брюшная диабрагма. Почему? Дыхание. Дыхание. Это у ЗАГСа. Ваше желание помочь больному иногда превышает ваши энергетические возможности. И вы ему не помогаете, а приносите как бы себя в жертву, совершенно ненужную. Потому что болезнь к человеку приходит для того, чтобы он что-то... Понял. Чтобы он что-то сам осознал. А если вы нагло вмешиваетесь, то вы нарушаете и работу человека, и себя травмируете. Все реагирует. Все реагирует. Довите. Прекрасно. Держите. Довите. Прекрасно. Держите руку. Держите. 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 Ты скупишь человек, надо поставить, чтобы у себя... А если... Можно поставить весь ряд. Вампирик. Держите. Это неправильная интерпретация. Просто ваша энергия недостаточно целостная, чтобы противодействовать патоногенной энергии пациента. Прежде чем лечить эту пациентку, для вас надо сначала восстановить что? Свой. Собственное здоровье. И вы ей говорите, дорогая пациентка, я сегодня не могу вас принять, давайте только завтра утром. Жалоба. Ну? Жалоба. В книжку. Привет. Значит, найдите какой-то другой метод лечения, который не требует постоянного контакта. Что-то наносится с препаратов, что-то физиолечение, массаж, что угодно. Ну, знайте. Отпустите. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Уже да. У нее уже да. Какое лечение пациента, когда у нее уже да. Тут даже и держаться не нужно, только посмотреть на пациента. Семь-яй. 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 А что ли? Дема-яй. Три секунды, ты что на панипатической системе сработает? Ну да. Да-да-да. Поэтому, спасибо большое, что вы так делаете. Поэтому каждый раз, когда вы собираетесь лечить пациента, вы должны проверить, как вы себя чувствуете. Проверили малую грудную мышцу, лимпатическую систему, посмотрели у тебя малые грудные мышцы. И проверили грудно-брюшную диафрагму. Она в норме должна быть мягкая и расслабленная. А если болезненно, что с этим делать? Если болезненно, вам надо заниматься собственной здоровью, а не лечить больных. Потому что вы будете не лечить больных, а их калечить. Пациент вернулся домой. А его сразу поставили на работу. И теперь людей, которых он... Так, видите, кто получил? Видите, что с ним было. Пришел пациент и говорит, у меня спазм грудно-брюшной диафрагмы. Ай-яй. Вот здесь вот. Но и лимпатическая система работает хорошо. Да? Да. Так себя немножко чувствую, но не очень хорошо. Врач говорит, давайте-ка я вас сейчас полечу. Три секунды ждем. Ай. И пациент говорит, вы знаете, до вас как-то я еще себя чувствую. Поэтому я хочу еще раз сказать, спасибо большое, хочу ваше внимание на ваше здоровье. Лечение пациента – это всегда обмен энергии. Проверьте, как вы себя чувствуете. Способны ли вы вылечить пациента. Или вы будете все время брать отрицательную энергию. Потому что ничего не бывает просто так. Все находится во взаимовествии. Я почему радуюсь, что вижу ваши глаза. Вы как-то уже более гармоничны стали. Потому что в первые дни невозможно было строить ваши глаза. Полная разруха была. Полная разруха. А сейчас какая-то уже ценность появляется. Поэтому очень важно проверить свое здоровье. Что надо проверить? Как узнать, что вы не готовы к приему? Как узнать, что вы не готовы к приему? Первое. Как вы узнаете? У вас вегетативная нервная система начинает преобладать над... Какой? Соматической. Соматической. Как только нервосоматическая нервная система у вас истощена, периферическая и центральная, в организме нет пустого места. Возникает система вегетативная. Как вы это узнаете? Эмоции. Какие появляются у вас эмоции? Негативные. Раздражение. Гнев. Как мне эти пациенты достали? Да такие тупые. Я им говорю, поднимите ногу, не поднимают руку. Я им говорю, нажмите, они ее разжевают. Или... Апатия. Гнев или... Нет. Апатия. Нет. Две нервные системы... Вегетативные нервные системы. Симпатическая и парасимпатическая. Симпатическая гнев, а парасимпатическая... Страх. Нет. Страх. Если у вас пациенты, кроме радости, любви и благодарности к тому, что они пришли к вам, принесли свои деньги, возникает ощущение гнева и страха, это означает, что вы находитесь во власти вегетативной нервной системы. А значит, все, что вы будете делать, вы будете воспринимать через внутренние органы. Что будет страдать, когда у вас будет эмоция страха? Ручки. Я никогда не смогу этого человека протестировать. Я не смогу никогда найти причину его гипотонии. Никогда не смогу его вылечить. Вы сажаете почки, и что? На почки. Ужагу. А есть ли постоянное раздражение? Желчие. Гречит. Главный врач, ну просто почки, мочевые пузыри запроски. Почему два органа? Занесвязывая. Страх имеет свои корневария. Ужас. А если вы испытываете гнев? Печень. Желчие. Врачи, прозвищи. Вы ставите печень и желчный пузырь. То есть на все, что происходит во внешней среде, вы реагируете внутренними органами. Потому что вегетативная нервная система это рецепторы от органа в нервную систему. А соматическая от мышцы в нервную систему импульс идет. Почему опасно в состоянии вегетатики заниматься мануальным мышечным тестированием? Себе мы всегда отбредим. Это у нас уже в крови. Мы будем некачественно получать результаты мануального мышечного тестирования. потому что извращается чувствительность. Можно, молодой чиплоги, вас возьмем? Мне кажется, вы хорошо будете сблизкивать. Сблизкивать. Очень хорошо. Прекрасно. Я могу быть уверен, что у него неадекватная будет реакция на внешнюю систему. Почему? Лимфоотток нарушен, дыхание нарушено. Что нарушено? Да, Владивосток, они заедут точно. Чем вчера занимались? Немного. Все рассказали. Видно, как он весь мокрый. Да, я просто лежал. То есть была эмоция? Страха. Если он во власти эмоций страха, то на раздражитель он будет реагировать неадекватно. Духтонус будет повышаться. Давайте посмотрим. И убежал. Такой пациент будет неправильно давать результаты тестирования. Потому что он неадекватно реагирует на раздражение. Да, после его эмоций. Да бог с ним с экзаменом. Можете вообще ничего не сдавать. Это нужно только для вас. Если для вас, друзья мои, если для вас сдача экзамена, перегрузка, вы не будете сдавать экзамен. Это не имеет значения никакого. Имеет значение понять, как жить так, чтобы себя не перегружать. Чтобы не делать насилие над собой. Но в таком состоянии человек не может не воспринимать информацию, не лечить. Эмоции. Второе, что вы должны посмотреть у себя, оценить. Первое. Посмотрели эмоции, вы сразу же почувствовали. Второе. Биохимия. Как вы узнаете, что у вас метаболизм нарушен? Силили, не почувствовали. Первое. Будут болеть малые грудные мышцы. Будет анемия в пальцах происходить. Будут болеть грудно-брюшная диафрагма. Да. Будут болеть лимфатические нервоскулярные точки. Или печень, или почек. И будет проблема с эмоцией. То есть будут болезненные точки где-то на лице. Или здесь, или здесь, или здесь. Вот она, да. Вот справа, сзади, и тут сзади. И третье. Будет нарушена координация нервной системы. Как проверить координацию нервной системы? Ставить на одну ногу, постоять? Закрыть. Закрыть. Какой закрытый? Вот так постоять. Ну, давай. Это же не трудно себя проверить. Это же не трудно себя проверить. Все? Поэтому, если вы хорошо стоите на одной ноге, очень хорошо иметь в себе неустойчивую обору. что-то тоже можно было понимать. Поэтому можете всегда проверить эмоции, биохимия, и нервная длитка. Можно пальцы на собой пробу сделать, но любые, не гневрологические пробы. Поэтому все находится во взаимосвязи. И если у пациентов, у одного, у второго, у третьего, вы получаете одинаковый результат, например, пришел пациент, нашли гипотонит дельтовидной мышцы. Пришел второй пациент, то же самое. Пришел третий пациент, то же самое. Это означает, что вы у пациента не тестируете его проблему, а тестируете свою проблему. Знакомый по-то случаю. То есть, ваше поле патологически настолько сильное, что вы подавляете пациента и тестируете свои проблемы на его теле. и назначаете ему лечение, которое нужно лично. Поэтому я хочу, чтобы вы сделали таким образом, чтобы ваша жизнь сопровождалась конкурсом. Чтобы вы работали только в частной структуре. Почему в частной? Вы не давляете над протоколом стандарта. Вы занимаетесь тем, чем вы можете заниматься. Потому что, когда человек думает одно, а делает другое, возникает заболевание. Хорошо? Не, не возникайте. Не знаю, конечно, хорошая наука, но она ей достаточно вредная. Кто? Как-то вреднее не делали. Потому что она не разрешает человеку обманывать. А у нас жизнь так устроена, что мы все равно какого-то обманываем. Или государство обманываем, или близких обманываем. Ну, благородно обманывают. Я не говорю, что там с какой-то кажется. Но мы привыкли не говорить правду. Нас так научили. Это называется культура и... Бережность, да? Это как наше другое. Ну, правильно? Или нет? А каждый раз, когда мы думаем одно, а говорим другое, возникает дискоординация в нервной системе. Вот абсолютно здоровый человек. Ай-яй-яй. Короче. Все нормально, правда же? Конечно. Прекрасно. Как вас зовут? Алексей. Меня зовут Алексей. Меня зовут Алексей. Он абсолютно прав. То, что он говорит, это действительно правда. Меня зовут Людмила Федоровна. Каждый раз, когда вы сознательно говорите не то, что вы думаете, то вы получаете для себя определенный стресс для нервной системы. Почему удобно в частной практике работать? Вы делаете то, что думаете, а не то, что вам говорит главный врач, или то, что у нас есть на распорядке. Уберегите свои эмоции. Поэтому, или учите с кинезероги работы в частной практике, или не учите с кинезероги. Потому что мы каждый раз будем наткать какие-то новые вещи для вас. Вы уже будете их осознавать, а вы приедете в свой мир, который привык вас видеть другим. У вас будет такая сильная ломка, не знаю, кто победит. Но знайте, что когда вы говорите неправду, вы лично себе наносите вред. Лучше ничего не говорить по возможности. А думать? Лучше ничего не говорить. Или отвечать фразами, которые имеют какой-то философский смысл. Все пройдет. Все пройдет. Все в мире суета. Все временно. Все временно. Но когда вы вас внутри знаете, что вы Алексей. А говорите, я Людмила Федоровна? Это философский. Я и все. Я и следую. Я это другое рассказал. А в теоретике как подойти к этому? Вы видите свет и значит, что сейчас день. Ну да. А говорите, сейчас ночь? Сейчас ночь. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Маму поверьте. Кинезиология, она очень много дает врачу. Но и требует очень много из себя. Потому что надо быть здоровым. И надо научиться говорить правду. Или ничего не говорить. И поэтому кинезиология не все могут ее и освоить. Это как магическое искусство. Оно дано только чистым душам. Если человек привык всегда делать одно, говорить другое, поступать по третьему, у него не получается тестирование. Я не знаю почему. Ну вот как-то так вот происходит. Не верит. Не то, что не верит, а нет чувства этого тестирования. Потому что когда он тестирует пациента, он о чем-то думает о своем. Коротит систему. И отвечает что-то еще третье. И нервная система теряет тонкость ощущений, чувствительность пальцев. Грубее. Не то, что губит, он искаженно воспринимает ощущения. Вот как вегетативный пациент, ему рисуешь цифру 2 на спине, а он говорит цифра 4. Ему рисуешь цифру 3 на спине, он говорит цифра 5. То есть искаженное восприятие ощущений. И поэтому попробуйте продумать свою жизнь так, чтобы вы были более честны с окружающей действительностью. Постарайтесь изменить свою жизнь так, чтобы вам не надо было говорить неправду. Можно вопрос? Мы сделали опрос людей, которых обучали в 1991 году. Но все-таки много времени прошло. Да. Просто как-то так получилось, что у нас была очень хорошая старость в 1991 году. И они друг с другом поддерживают отношения. Я спросила, ну как люди поживают за эти 30 лет? Никто не остался в том месте, где он жил. Все переехали куда-либо. Никто не работает на том месте, где он работал. И очень многие поменяли свои семьи. Тестировали все. Поэтому прошу вас. Если вы хотите, чтобы ваша семья осталась с вами, что вы должны сделать? Говорить правду. Говорить правду. Вы должны учиться кинезиологии вместе с семьей. Вместе с семьей. Вместе смотреть видео. Вместе изучать законы. Вместе тестируют друг друга. Потому что научить тестирование можно и жену обязательно. Все что угодно. Но кинезиология должна быть в вашей семье. Потому что если только вы будете ей заниматься... Ее конфетку. Нет, я не знаю. Если только вы будете ей заниматься, то вы будете очень сильно развиваться. Потому что... Вы обратили, мы на вас интеллектуальный штурм обрушили? И это же только начало. Это же будет каждый раз и каждый раз будет больше. И будет только больше. Информация не только впитывается в вами. Она же вас меняет. Вы приедете домой другие. И каждый раз другие. И если вы своих близких не будете подтягивать до своего нового уровня, на каком-то этапе начинает разрушение. Почему люди живут вместе с семьей? Интересно вообще. Взаимодействие. 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 Все гораздо проще. Потому что друг с другом рядом вы себя усиливаете. Да. Почему для этой девушки было бы очень комфортно жить с этим мужчиной? Угу. 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 Ай-яй-яй. Потому что вместе с этим мужчиной... Вот так, вот что. Угу. она себя усиливает. Поэтому мы и живем друг с другом, потому что мы друг друга усиливаем. Но если вы растете, 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 а с женой не занимаетесь совершенно, вам некогда женой заняться. Правда же? Какая жена кинезиологии? Сразу хочу сказать, пожалуйста, не ставьте видео проектов в спальне. Я вас прошу. Потому что многие смотрят видеофильмы в спальне по 15 минут перед сном. Не ставьте это. У меня был один курсант, он говорит, я как лечу фильмы Васильева, так собака начинает выйти. Потому что если он будет расти, 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 а женой не будет заниматься, то когда он будет приходить домой, он будет себя плохо чувствовать. У него будет все болеть. И он будет искать другое место для своей жизни. Поэтому или вы развиваете жену рядом, или вы ее потеряете. Или не занимаетесь кинезиологами. Это видео показать своим женам. Оно будет у вас рядом. Я хочу, чтобы вы вместе друг с другом это посмотрели. Потому что жить надо же осознанно. Мы законы по вселенной, мы же часть вселенной, а мы это забываем. Спасибо большое. Вы еще дома посмотрите, подумайте, поанализируйте. Второе. Это мы условно разделяем наш мир на материю, энергию и информацию. Это наше условное разделение. И разделяем мы что-то теряем, потому что энергия и материя информация существуют только во взаимодействии. Так же, как водород и кислород. Нельзя восстановить материю, не добавив энергии. Нельзя восстановить материю, не изменив информацию. Поэтому вы получаете информацию, вы меняете свою материю, вы меняете свою энергию. Поэтому вам было так тяжело, особенно в первой, не помните, как вы все болели? Да. Как стонали криктерии, как эмоции у вас от страха к гневу переходили. И обратно, и туда, и сюда. Поэтому, если вы хотите, чтобы материя быстро восстановилась, вы должны добавить энергетические точки. Вы должны добавить информационные точки. Человека нельзя изменить материю, если он сам что-то с собой не проработал. Вы должны объяснить ему, почему он болеет. Он должен работать над своим телом сам. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Это какой-то абсурд, когда пациент приходит и говорит, лечите меня. Вот он, я перед вами. Я вам заплатил деньги, лечите меня. Это невозможно. Вылечить человек себя может только сам. Проработав на материи, изменив свои эмоции, и восстановив свою энергетику. Это единый процесс. Поэтому мы просим вас, нашли гипотоничную мышцу, проработайте лимфатические, нервоскулярные точки, стресс-рецепторы. У вас эффект будет гораздо больше. А самое главное, вы должны вместе с пациентом понять, зачем нужна ему эта болезнь. Где он какие-то законы нарушил. И он должен сам отработать. Где-то он кого-то обидел неожиданно, даже не думая об этом. Где-то он у него в каком-то психотравме. Вам не важно даже углубляться в что в нем. Важно, чтобы человеку вы задали вопрос. Продумайте, что вы в жизни делаете не так. Почему болезнь к вам приходит? И человек должен сам осознать. Это очень важно. Поэтому врач, он одновременно и философ, он одновременно и каждый врач является психотерапевтом. Закон по этапному развитию. По этапному развитию. В нервной системе нет никаких скачков. Идет только ступенька за ступенькой. Только ступенька за ступенькой. Сначала ребенок ползает. Потом он становится. Потом он идет. Если ребенок сразу же встал. Даже так еще. Встал. Потом пополз. Если ребенок не научился ползать, он не сможет правильно ходить. Потому что движения гомогеокетеролатерального ползания, которые являются основой более сложных движений, будут нарушены. У него будет всегда паттерн шага страдать. Сначала формируется шаговый рефлекс. Потом формируется гомогеокетеролатеральный паттерн. Потом формируется гетеролатеральный паттерн. Если по какой-то причине у ребенка, у человека возникает нарушение, он из гетеролатерального паттерна опускается на гомоголатеральный. А из гомоголатерального? На паттерн шага. А из паттерна шага? На ползай. Почему это важно? Потому что если вы будете восстанавливать человека, надо восстанавливать, соответственно, этапом его развития. В нервной системе нет скачков. Есть поэтапность развития. И как только нарушается, вы перегружаете свою нервную систему, она очень мило сразу же откатывается назад. В эволюции человека есть три этапа. Царство вегетативной нервной системы, Царство соматической нервной системы и Царство вегетативной нервной системы. Я бы даже сделал не так. Каждый цикл имеет свои задачи. И когда к вам приходит человек, надо понять, какие задачи в организме он перед ним стоят. Не видно, да? Ну, такой вегетативной нервной системы. Какая ее цель в организме человека? Выжить. Выжить. Молодцы. И еще что? Развитие. И вырасти. Ребенок в несколько раз увеличивает свой вес. Представьте, за короткий период в два, три, четыре раза увеличивает свой вес. И вырасти. Максимально усвоить все, что попадает в рот. Включая песок. Максимально усвоить. Ферменты работают на максимуме. На максимуме. Гормоны работают как? На максимуме. На максимуме. На буре. Нервная система напряжена, как оголенные провода. Потому что надо выжить и надо вырасти. Все этому подчинено. Усваивается все, что можно усвоить. Даже мел, который ребенок грызет, тоже усваивается. Полегче немножко. И ребенок двигается на основе вегетативных рефлексов. Это комбинация двигательных структур, направленных на выполнение целенаправленного действия. То есть, если я что-то вижу, я сразу это хочу. Нет. Хватаю. Сгибается локтевой сустав. Хватательный рефлекс. И даже если я не хочу это есть, она вся тянется к рту, голова непроизвольно поворачивается к руке и рот открывается. Причем это работа с выработкой ферментов, гормонов, минералов, микроэлементов, чтобы все, что попало в рот, тут же усвоилось, расщепилось, утилизировалось и внедрилось в ферменты. Такие же хватательные рефлексы есть на нижней, на нижней конечности. Такие же есть рефлексы на позвоночнике. То есть, на ребенок, к которому слегка прикасаешься, тут же срабатывает парамортиберальный мускулотон. Моментально, на прикосновение. Как только ребенок вырос, возникает рефлексация соматической нервной системы. Какой ее закон? Стабильность. Развью с момента. Познание мира с минимальной затраты энергии. Все подчинено закону. Сохранение. То есть, это поза утилизера, правильно? Да. Понимаешь, и не пройдешь. Дело в том, что, когда у человека соматическая нервная системы активна, у него возникает кинезофилия. Он не хочет, но он двигается. Законки мезофилии. Человек выпучил глаза. Только открыв один, даже глаз надевает кроссовки и бежит. Потому что законки мезофилии. Человек с нормальной соматической нервной системы не усидит за телевизором. Это невозможно. Он начнет ерзать, ползать. Не надо двигаться. Или смотреть те передачи, где надо взвизгивать, кричать, дикими голосом орать, что-то бить, разбивать и так далее. Голуб, пожалуйста. Голуб, пожалуйста. Что с уголовным одевать? Минимальные затраты энергии. То есть, если вас столкнулись где-то в каком-то месте, вы посмотрели, кто вас столкнул, продумали, надо ли ему бить в глаз или лучше отойти. То есть, есть какой-то разумный подход. И поэтому человек соматической нервной системой очень медленно тратит свои запасы и очень долго живет. Но как только он возвращается в вегетативную нервную систему, возникают законы выжить, все вокруг или полно агрессии, или полно страха, и вырасти. Все, что употребляет, идет в вес. Вот таких пациентов невозможно работать с увеличением веса. Они по закону вегетативной нервной системы работают. И вот чем меньше кормить, он будет больше оттолстеть. Потому что нервная система работает по закону выжать и вырасти. Все в агрессии, то есть надо или убить, или спрятаться, а самое главное в 2-3 раза увеличить свой вес. Это законы. От того, что вы не съели печенешку или пирожное, ничего не изменится. Даже если кусочек сухарика, хлеба сухой вы съели, он все равно утилизируется с максимально возможным потребностями. С максимально возможным потребностями. А по всем стояке, они же все равно нахуды и на бары. То есть какой-то сначала везем сочинения. Возникают варианты, когда уже начинаются за счет того, что быстро расходуются ферменты, теряется вообще усвоение пищи. То есть пищу принимают, а она проходит у него. Они есть, но снижается подлинность пищи. То есть нарушается уже эмоциональный мозговый институт. А какая система там все равно вегетатизм? Вы всегда это можете узнать. Есть специальный тест для вегетатизма. Он пришел к вам потому что многие старики имеют соматическую нервную систему. Очень просто. Вы посмотрели пациента, он пришел и говорит у меня как-то спинка прибаливает. Вы посмотрели здесь как-то терпимо. Здесь как-то терпимо. Потом сделали тракцию и посмотрели. Если после тракции вдруг появляется везде боль где ее не было то это неадекватное восприятие раздражителей. Это говорит о том что его надо лечить не как соматического пациента а как надо искать у него вегетативные рефлексы искать на каком уровне они замыкаются и почему на этот уровень шейного грудного поясничного крестцового отдела не работает. Почему нам трудно вылечить пациента с грыжей диска потому что мы лечим его соматическую нервную систему которая погибла которая нас не слышит а мы должны были делать вегетативную нервную систему искать истощать убрать вегетативные рефлексы и тогда соматика нас услышит это как два сигнала один сигнал большой другой сигнал маленький нервная система спускается что она слышит только большой сигнал то что здесь сделать это не волнует здесь все делается потому что если у пациента активный рефлекс парасимфатической нервной системы то любой ваш массаж на этой стороне будет только повышать тонус я я может быть немножко забегаю на другие семинары но мне хотелось чтобы вы поняли основную концепцию если пациент вегетативный надо его как вегетативный пациент лечить возьмите нашу книжку по вегетативным рефлексам посмотрите что можно сделать если он соматически больной слава богу мы будем работать по закону соматики будем работать нейромышечной фасиби питаться переобучение работая на мышцах на периферических уровнях но если он в таком состоянии пришел вот в таком то я не смогу помочь ему работая на мышцах но я могу помочь ему активизировать лимфатическую систему нервососудистую и активизировать точки стресс-рецептора у вас по-моему картиночки есть попробовать хотя бы на каком-то уровне а самое главное активизировать нервоскулярные зоны заниматься сегулярным отверстием спасибо следующее закон закон причина следственных отношений причина следствие 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 мы нашли причину и следствие убрали есть причина есть следствие нашли причину следствие убрали но мы замываем что очень часто человек находится в заплатном кольце если была бы такая линейная структура пациент бы сам поправился знаете что говорят лечить на насморк можно неделю лекарствами или 5 дней он сам полежит но не всегда только когда такая ситуация о чем я с вами говорю например мы разбирали пациента с почками записали страх меридиан почки орган почки а где почка лежит гипотония пояснично-подвздошной мышцы нефроптоз почему съезжают по ней нужно нужно нарушение функции почек все кольцо замкнулось когда нарушается функция почек снижается тонус мышцы снижается тонус мышцы но тонус мышцы снижается возникает нефроптоз или нет а нефроптоз возникает поддерживается воспалительный процесс почки и этот процесс бесконечно вам нужно найти вот это замкнутое кольцо и воздействовать и на одну структуру а на все структуры и на страх и на энергию и на орган и на мышцу и на никого тогда ваша личность будет абсолютно адекватно пока вы будете заниматься только мышцей ничего не получится пока будете заниматься только органом ничего не получится пока будете заниматься только энергией ничего не получится потому что у человека есть четвертый закон самый печальный пятый закон если какая-то система была поломана и неисправлено в течение 21 дня, то организму она воспринимается как новая норма. И человек адаптируется к этой норме. Если у вас был островоспалительный процесс, и вы не смогли его до конца вылечить, то организм у определенного уровня наличия бактерий в крови и воспринимает, как вы на нее не реагируете. Поэтому очень важно оказать воздействие на все изменения. Я все закончу. Друзья мои, ну как вы? Мне бы хотел, чтобы этот процесс просто еще раз осознали. Прийти домой, еще раз посмотрите, подумайте, извести, проанализируйте. Потому что это законы, по которым мы живем и которые мы нарушаемся. И главная эмоция, которую должны воспринимать... У нас нет врагов, друзья мои. У нас есть друзья и... Учителя. И учителя. Все, что с нами происходит плохого, это наш урок. Что мы должны с уроком сделать? Выучить и сделать результаты. Не выучили урок, а придется бы на второй год оставаться. И учиться надо с любовью и... И то, что вы к нам пришли насильно, это тоже для вас испытание. Или нет? Угу. И вы должны рассматривать с любовью. Благодаря. Благодаря. Благодаря.